Я люблю Родину, часто говорит он. Попову нравится в Германии. Скучает он лишь по русским блинам, грибам да пирогам. Насытые брюхо, полагает он, не главное в жизни, а главное в человеке – дух. Главные носки красные. Всю жизнь. Сейчас вот черные только, да? А в работе всю жизнь красные носки. Если книгу писать, то название хорошее. Вся жизнь в красных носках. И с красной бабочкой. Когда мне было 70 лет, я здесь, значит, так, ну, тебе присылают приглашение, и в этом приглашении должно быть написано, какая форма костюма. Ну, кто хочет, чтобы все в опрахах были, или, я не знаю, в желтых, там, в половерах, да? А я написал, все мои гости должны быть в красных носках. И все приехали в красных носках. Что-то мы потеряли какую-то веру. Ну, что-то верили, стремились. А сейчас что-то ни во что не веришь. Все это вроде. Так, пустые слова. К сожалению. И это очень плохо. Человек должен в что-то верить, когда у него и энергии, и силы, и фантазии хватит. Наша встреча с Олегом Поповым подходила к концу. Пора было прощаться с клоуном. Но чем ближе подступал момент расставания, тем яснее ощущалось в нем одиночество и тоска по родине. Видно, наш визит всколыхнул в нем сокровенное. Какая все же нелепая история приключилась с Олегом Константиновичем. Даже не верилось, что он, обласканный в советские времена почетом и славой, клоун, который на протяжении десятков лет был воплощением всего русского за рубежом, теперь коротает остаток жизни вдалеке от России. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ